Но не везде было так спокойно. В Днепре День Победы отпраздновали с драками и задержаниями. Есть даже пострадавшие. Что стало причиной конфликтов здесь? Давайте узнаем. В Днепре правоохранители начали патрулировать город с раннего утра. Готовились к худшему. У памятника славы пропускной режим. Полиция проверяет горожан с металлоискателем. Тем временем на аллее собрались тысячи людей со всей области. С портретами дедов-победителей пошли возлагать цветы к вечному огню. Но подойти близко к монументу не смогли. Дорогу преградили радикально настроенные активисты. Многие в военной форме. Лично я просил многих людей убрать флажки как социалистов, так и ОПО-блока и Батьковщины. Вот как-то вот так вот. И георгиевские ленточки. После слов в ход пошли кулаки. Разнять людей в форме и участников марша пытались полицейские. Пресечь драку не удалось. Пострадали люди. Первую медицинскую помощь на месте оказали волонтеры Красного Креста. Парни отправили в скорую помощь. Одного отправили с ребятами в Мечниково. Остальные тут как бы по месту все. Просечение, травма головы, разбитые носы. О возможных провокациях День Победы знали, говорят участники марша, но надеялись, что полиция сможет их защитить. Мы выступаем исключительно за мир, выступаем за Единую Украину. К сожалению, были накануне заявления некоторых праворадикальных организаций. Я думаю, что именно они против мира Единой Украины. О том, что они будут мешать. Но мы защитим правду, защитим память и мы защитим наших ветеранов. Пока правоохранители пытались унять страсти у памятника славы, стычки начались в другом районе города. Возле государственного цирка драка возникла между сотрудниками полиции и молодыми парнями. Те отказались показывать, что несут в рюкзаках. В ход пошли дубинки. В итоге пострадали 14 человек. Среди них 6 полицейских и 8 участников акции. В отделении полиции города доставлено 15 человек. Их проверяют на причастность к столкновениям во время празднования Дня Победы. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Елена Медорюк, Евгений Каденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр.